Ом Ти Ви Юэй про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Виводы делайте самі. Имеє смысл начать з общего аналізу, а чим этот год завершається? И перейти уже к прогнозам года следующего. Что бы вы выделили самое главное за этот год? Я бы выделил прежде всего два обстоятельства. Первое обстоятельство, что взгляд на мир, на происходящее в нём событие, руководство, военно-политическое руководство США, администрация США после 7 октября, после нападения террористов на Израиль, как это было выражено в посланиях Байдена нации, в неоднократных выступлениях того же Байдена, Блинкена и Осина, посетивших Израиль, он полностью совпал с нашим, с тем, которое мы навязывали буквально американскому общественному мнению, американскому руководству в течение двух лет. Что идёт мировая война. Мировая война объявлена силами зла, тоталитарными режимами на уничтожение свободного народа Украины. А 7 октября это стало войной, направленной на уничтожение свободного народа Израиля. И именно эти слова были формулировкой в первом же обращении нации Байдена. Что тогда на меня произвёл большое впечатление, естественно, понравилось, что в этом обращении слова в Украине упоминались нереже, чем Израиль. Путин и Хамас, вот это была параллель, проходившая через все высказывания американских руководителей, Путин и Хамас хотят уничтожить два демократического государства, аннигилейт, уничтожить два демократического государства Украина и Израиль. Мы никогда не позволим это сделать, как самое сильное в мире государство, как лидер свободного мира. У нас достаточно сил, ресурсов, политической воли, вооружения, защитить нашего европейского союзника Украины и нашего союзника на Ближнем Востоке. Это, казалось бы, идеальная точка зрения. Сколько битв было в течение этого года, чтобы её достичь. Мы помним, там было две группы, я называл откровенно, как американский гражданин, я называл американской предателями Америки, Бернса и Селивана, у которых была совершенно другая концепция. Как раз в силу разоблачения переговора Бернса в ноябре 1921 года в Москве и Селивана летом 1923 года, влияние этих людей резко упало, и Блинкин и Остин играют решающую роль в администрации. Эти слова были поддержаны делами, очень весомыми. Посылка двух авиационных соединений на Ближний Восток и законопроект о помощи финансовой, в том числе в Украине, на 61,5 миллиард долларов. Ну, казалось бы, вот наши усилия политические, они принесли успех, и нужно сдать результаты. Но, что мы видим, прошло два месяца, эти деньги ещё не вытверждены Конгрессом. Эти деньги ещё не вытверждены Конгрессом, ну, по почти абсурдной причине. Американская администрация понимает значимость этого финансирования. Тот же Байден, тот же Остин неоднократно говорили, что отказ это будет геополитической катастрофой. Что оставить Украину без финансирования, это дать Путину успеть в войне, и после этого нам придётся платить не деньгами, они повторяли это уже не один раз. Нам придётся платить кровью, выполняя свои обязательства по статье 5, защищая страны НАТО. И лидеры республиканцев, те республиканцы, которые всегда были друзьями Украины, такие как лидеры меньшинства в Палате, в Сенате, Митч МакКонна, сенатор Линдзи Грэхом, председатель комитета по иностранным делам Палаты, председатель Майк МакКо, да тот же спикер Мак Джонсон, они соглашались с этими. Да, мы ни в коем случае, конечно, нужно поддержать, этот закон должен быть, но дальше следовал такой извращённый поворот американской внутреполитической мысли. Но именно потому, что все понимают, что это необходимо, мы, республиканцы, должны использовать этот шанс и заставить наших коллег-демократов, кроме того, и принять наш законопроект по эмиграции. В результате это тянется два месяца. Кошмар, сыр, абсолютный. Твои, я уверен, вот этих уехавших, помыкавшись там и использовав всю свою, значит, их там выжмут, используют, заставят делать всё более и более агрессивные и такие крайние вещи по отношению к России, но в какой-то момент их выкинут. И тогда им нужно будет думать, ам-ням-ням-ням, кушать там что-то надо. И тогда они пойдут назад. Большинство пойдут назад. И вот мне кажется, чтобы они тихо не вернулись обратно, и где-то там корпоративчики там вся, мы же русские люди, мы такие отходчивые, мы так легко прощаем, блудный сын, ну ладно, ну ладно, ошибся там. Вот чтобы им нельзя было вернуться просто так, мне кажется, нужно лишать гражданства. И чтобы его получить обратно, нужно публичное покаяние, такое же публичное, как и вот это шельмование России, они делали публичное за деньги. И без этого, мне кажется, нельзя. Я обращаюсь к вам, к украинцам. Вы часто пишите, что Россия это агрессор, но вы предали свой братский народ, Россию, Беларусь. Мы единый народ. Я вот хочу вас спросить, а за что вы воюете? За идею других? Или, быть может, за ваше правительство, которое было куплено Америкой, и которое сделало переворот в 2014 году? Или за земли, которые дали вам русские, и которые уже проданы Зеленским? За что вы воюете? Вас просто используют ради наживы. На ваших жизнях они зарабатывают деньги. Вы погибаете, а они наполняют свои карманы. За что? Доброе утро. Военным в Украине дают непонятное зелье. Многие из ребят говорят, что оно очень хорошо бодрит. Так скажем, легализованные наркотики или даже нелегализованные, потому что вы не знаете, что находится внутри. Но это абсолютно бесплатно. Ничего государство не сделает хорошего, особенно бесплатно. Не употребляйте это. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon или других сручных платформах. Реквизиты в описании к видео. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...